Всемирно известный Центр детской онкологии и гематологии под Минском сегодня посетили представителей Исполкома Содружества Независимых Государств с особой миссией. Организации, чей девиз мы дарим детям жизнь, переданы денежные средства и канцелярские принадлежности. Их собрали во время Республиканского субботника работники Исполнительного комитета СНГ. Ежедневно в Центре обслуживают до 300 пациентов. Это не только граждане Беларуси. Отечественные медики оказывают помощь ребятам со всего Содружества. Чаще обращаются из Украины. Почти 40 тысяч квадратных километров ее территории оказались загрязненными после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Уже сейчас Центр является базой для подготовки медицинских фестрер и врачей из разных республик. Такое сотрудничество, оно крайне важно. На территории Казахстана находился Семиполатинский ядерный полигон. И последствия сказываются до сих пор. Экспорт услуг. Естественно, это дополнительные средства, которые мы зарабатываем, проводя лечение пациентам из других стран. Это приблизительно, я вам хочу сказать, 10% от нашего бюджета. Государство разрешило нам часть этих средств тратить на проведение ремонтов, на закупку недостающей медтехники. Лауреат престижной премии Отто Ханна за вклад в лечение детей, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС, только что вернулась из Москвы. Участвовала в конференции под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Как стало известно, на базе Белорусской школы онкологии и гематологии может появиться региональный центр. Среди актуальных направлений создание единого регистра нуждающихся в помощи в масштабах СНГ. Продолжение следует...